Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вы видите формат карты руки. Обычно я такие делаю только в начале месяца, но сегодня есть исключения и я объясню причину. Дело в том, что я недавно начала на своем канале делать обзоры своих колод, с которыми я работаю. И последний обзор был как раз на метафорические карты. И у меня есть три колода, но я сделала обзор на все три. Но сегодня я буду работать только с двумя. Женская про тебя, и это все о нем мужская. Так вот, когда я делала обзор этих колод, меня попросили в комментариях, попросили сделать расклад на метафорических картах. А метафорические карты очень интересно смотреть, наблюдать за ними, с рисунками, потому что система здесь немножечко другая. А не такая, как вторая. Вот, коллеги с этим знакомы. Поэтому я решила сегодня сделать расклад на тему, как справляться со страхом идти в новое, и соединить его, сделать скорее всего полностью на метафорических картах. Чтобы вы видели карты, возможно, в процессе, когда я буду интерпретировать, у вас родятся какие-то свои идеи, глядя на метафорические карты. Это, в принципе, работа с ассоциативным рядом. Метафорические карты очень часто используют психологи в своей работе. И они очень такие. Успешная работа случается. Кстати, мой путь в Таро, он начался как раз-таки с метафорических карт. То есть впервые я услышала сначала про метафорические карты, как это работает. А потом меня как-то вот от них перенесло на Таро. Ну ладно. Это такое обступление. Поэтому вы видите здесь у меня сегодня две колоды. Это мужская, это женская. И я сделала две позиции. Красненький камешек и голубенький камешек. Почему две позиции? Потому что я думаю, что мы будем рассматривать в каждой позиции два варианта. Вариант для мужчин и вариант для женщин. Потому что колоды две. То есть мужской больше мужских фигур. А в женской колоде, ясное дело, женских. Поэтому мне так будет проще. У нас получается четыре варианта. Это два варианта для мужчин и два варианта для женщин. И дополнительно в руках у меня колоды эпического Таро. Я о ней тоже сделаю обзор обязательно на своем канале. Для того, чтобы изначально понять, какой страх. И сделаю еще такое вступление. Я знаю, что многие не смотрят, не нравятся. Но иногда, по крайней мере, у меня на канале полезно послушать. Касательно страха. Когда мы говорим о том, что у нас есть страх неизвестности, на самом деле мы боимся только того, с чем мы так или иначе когда-то сталкивались. Пускай не в этой жизни, а в прошлой. Отсюда у нас фобии высоты, мышей, змей и так далее. Либо в этой жизни. То есть мы не можем бояться того, чего мы не знаем. Поэтому страх неизвестности – это, скорее всего, не совсем правильная и верная интерпретация. Потому что мы не можем бояться того, что мы не знаем. Мы четко боимся что-то конкретное. И когда мы говорим страх неизвестности, в этом неизвестном, в кавычках, есть что-то конкретное, чего мы боимся. Но поскольку мы это не понимаем, мы не уделяем этому время, нам проще сказать, что я боюсь неизвестной. То же самое и в сегодняшнем нашем раскладе. Как справиться со страхом идти в новое? Вот это вот новое – это достаточно такое обширное понятие, абстрактное. Что это может быть в этом новом? Вот в этом новом у нас есть какие-то конкретные страхи. Например, я боюсь новой работы. Мы не боимся работы как таковой, тем более если мы хотим на нее устроиться. У нас как минимум должны быть какие-то способности, какие-то навыки для того, чтобы устроиться на ту или иную работу. Но мы боимся вот в этом новом. Конкретно, например, мы боимся коллектив, как примут меня люди, либо как выстроиться взаимоотношения с начальством, либо будут ли какие-то внезапные ситуации, и смогу ли я в этих ситуациях себя проявить, правильно среагировать. Вот этого конкретно мы боимся. Но мы не называем вещи своими именами, а завуалированно говорим о чем-то новом. То есть под одним общим названием новым. Поэтому колоду эпического таро я взяла для того, чтобы понять, что именно в этом новом мы боимся. А вот как справиться со страхом, мы будем работать на метафорических картах. Ну, я надеюсь, я сказала достаточно. Вот, поэтому я колоды вот так вот отодвину. И когда надо будет, я их возьму. А мы с вами отодвинем и камешки, и приступим. Так, вот этот камешек вот сюда, наверное, поставлю. В сторонку. Итак, позиция номер один. Мы сначала с вами посмотрим общие форматы для мужчин и для женщин. Да, чего именно, что именно конкретно в новом мы боимся. Либо нет, сделаю сначала две карты. Ведь еще одна карта для мужчин, другая карта для женщин. Первая позиция. Чего вы боитесь в этом новом? Вот что конкретно боятся мужчины? Сначала мужчины. Что вы боитесь? Вы боитесь, Аркан, Отсельника. В новом вы боитесь стать нуждающим человеком, да. Здесь конкретно есть страх просить о помощи. То есть, знаете, как мы говорим, не приведи Господь попросить у кого-то помощи, да. Либо быть... Почему? Потому что здесь вот ощущение того, что я не хочу быть зависимым и обязанным. Даже не столько зависимым, сколько обязанным кому-то. Когда, знаете, это очень ярко выраженное такое внутренний стержень у человека. И вот особенно того человека, который привык все делать самостоятельно. И вот когда наступает нужда, и ты понимаешь, что так или иначе самостоятельно не получится, и тебе придется как-то вот вынужденно, да, взаимодействовать с другими людьми, и, возможно, тебе придется просить о помощи, да, либо о какой-то подсказке. И вот это вызывает огромный страх. Почему? Потому что здесь страх передать ответственность другому человеку, передать контроль. Здесь люди очень самостоятельны по первой позиции. Я говорю о мужчинах, которым сложно как-то вот что-то делегировать, да. Если они делегируют, то все равно где-то в какой-то степени присматривают, приглядывают, либо это очень сильно проверенное лицо. То есть просто так довериться здесь кому-то невозможно. Поэтому здесь что боится мужчина вот в этом новом, да, когда я буду нуждаться. Либо в деньгах, либо в работе. Вообще вот это вот нужда, да, когда надо будет что-то у кого-то попросить. И причем здесь еще, знаете, такой момент показать свою слабость. Здесь люди, девятки, это, как правило, люди-интроверты. И в большей степени называют эгоистами. Но это, скорее всего, не совсем так. Это, наоборот, люди, у которых есть сложившийся, такой, знаете, характер и картина мира. И вот не хватает им некой такой гибкости, но они считают, что им это не нужна. Это гибкость и лояльность взаимодействия с миром. То есть они четко знают, что они хотят, они идут и берут это. И вот когда вынуждены как-то вот подстраиваться, адаптироваться под какую-то ситуацию, им это достаточно сложно сделать. Поэтому страх здесь конкретный. Смотрим теперь этого мужчины. Смотрим теперь женщин. Какой у вас страх в этом новом? Феникс Жезлов. Феникс Жезлов – это королева Жезлов. Быть, хочется сказать, ваш страх проявляться, вот показаться, показать себя, показать, знаете, хочется сказать, быть собой. Почему? Потому что здесь есть какая-то вот такая тонкая подоплека, что и какие-то сценарии в плане того, что не выпячивай себя, не проявляй инициативу, так будет безопасней. Не суй свой нос куда не надо. Вот здесь какие-то такие убеждения детские, детско-родительские, да, могут проходить. Но в любом случае, вот в этом новом показать себя. Потому что показать себя, показать свои способности – это небезопасно. И вот здесь вот как-то вот проявить себя. светить, да, возможно, показать свой как-то характер. Это вот то, что пугает. Причем даже пугает не это само, а именно последствия, которые будут связаны с переменами. Вот здесь есть какие-то перемены конкретные, которых вы боитесь. Здесь, возможно, тоже есть такое, как вариант, да, отшельничества. То есть вам комфортнее быть в своей среде. И когда в новой среде вам нужно проявиться, что-то сделать, кому-то сказать, с кем-то поговорить, вам это не очень как-то комфортом может быть. Здесь даже не страх идет, а нежелание выйти из привычной какой-то своей среды. Что, почему здесь вот боимся показать себя, проявить себя? Ага, феникс-сфер – это королева Пентакли. Здесь мы хотим вот как раз-ки вот этого дискомфорта, о котором я говорила, да. Боимся как-то изменить то, что вам уже известно. То есть здесь не то, что страх нового, а страх перемен, я бы так сказала. Почему? Потому что это надо опять заново адаптироваться, это нужно совершать какие-то действия. Вот здесь вот как будто бы, знаете, нежелание действовать. Ну, не хочу я делать ничего. Не хочу делать ничего по-другому. Вот как-то со скрежетом идут какие-то перемены здесь. Очень-очень сложно. Но, внимание, это когда вынуждены перемены. А когда это те перемены, которые вы хотите, вы прямо здесь вот легки на подъем загорелись. Вы за один день, там, я не знаю, можете продать квартиру, купить билет, собрать вещи и переехать в другую страну. При условии, что вы этого хотите. Но вот здесь вот это вот ощущение того, что нету этой готовности. Ну, не хочу я в это новое идти. Ну, в принципе, меня так и устраивает. И здесь ощущение того, что как будто бы вот каким-то образом жизнь что ли вас вынуждает пойти в это новое. И вы, ну, вроде бы хорошо. Я понимаю головой, что да, мне туда надо, да, надо это развитие. Но вот так хорошо, знаете, лежать на солнышке на берегу моря. Вот. И расслабляться. Ну, тут вам говорят, что, ну, ты можешь сгореть под этим солнцем. Ну, ладно, я и так всю зиму мерзла. Вот, ну, ладно, пускай я сгорю. То есть я уже готова на те последствия, да, некой такой стабильности. Вот. Лишь бы не, ну, оставьте меня в покое. Вот здесь какой-то такой момент. Ну, не хочется. Не хочется. Не знаю, может быть, нету готовности. Вот здесь про это. И вот эти вот страхи мы сегодня будем разбирать по первой позиции. Поэтому начинаем с мужчин. Я беру мужскую колоду. И мы с вами посмотрим, да, как справиться со страхом, но уже здесь не идти в новое, а вот именно со страхом быть нуждающимся, зависимым, обязанным кому-то. Как тут нужно справиться? Мужчинам смотрим. Ну вот, смотрите. Смотрите, какая карта. Наверное, я их буду подносить ближе, чтобы вам так вот было видно. Да, вот так лучше видно. Как здесь справляться? Смотрите, во-первых, мы видим руки. Я, наверное, буду объяснять свое видение, да, а вы по ощущению можете, ну, вас навести на что-то другое. Во-первых, мы видим руки, да. Руки – это всегда про некую такую заботу и взаимодействие, да. Причем забота в том числе и о себе, да, когда вот мы используем руки для того, чтобы поесть, например, себя помыть, да. То есть некая такая забота. И это способ взаимодействия с другими людьми. То есть мы здороваемся, да, за руку. Мы что-то передаем людям, либо берем с помощью рук. То есть это такой некий коммуникационный, да, инструмент, можно сказать. Дальше мы видим здесь воду. И, а вода – это всегда аллегорично про состояние души, про эмоции. И мы видим бабочку. Бабочка – это как символ обновления, перерождения, чего-то нового, легкого и короткосрочного, да. То есть бабочки, они, если я не ошибаюсь, один день живут. Ну, то есть очень, очень мало. Отсюда и вот эта вот поверхность, да. Вспоминаем басню Крылова, да, стрекоза и муравей и стрекоза. Ну, стрекоза – это так же, как и бабочка. Тоже такая легкая. По крайней мере, в моих ассоциациях. И отвечая на вопрос, вот как справиться вот с этой нуждой, здесь ощущение того, что вам проще что-то предлагать. Потому что здесь такое чувство, что человек не берет, он, наоборот, отдает. Потому что если бы брал у него руки, были бы более закрытые пальцы. А тут как будто бы он что-то предлагает. То есть вам здесь проще что-то предложить, кому-то другому помочь, как-то повзаимодействовать на отдачу. То есть здесь вопрос принятия, он требует некой такой проработки. Что еще я вижу? Как справиться с… Здесь вот прям необходимо поработать своими эмоциями. Знаете, с какими? Ну, помимо доверия и взаимодействия, это ясное дело. Вот здесь как-то, что отшельник у нас показывает луну, такое, знаете, вот углубление, что-то мутное, не совсем ясное, понятное. Точно так же и здесь. Вроде бы бабочка, она присутствует, но она как будто бы вот в этих эмоциях, они ее накрывают. То есть не хватает какой-то легкости, не хватает простоты. Слишком вы, возможно, какие-то моменты утяжеляете. То есть здесь может быть слишком серьезно, вот так давайте скажу, подходите к каким-то вещам. Может быть, видите какой-то вот смысл в каких-то ситуациях либо в людях намного больше и глубже, чем он есть. То есть, возможно, вот этот момент о просьбе, то, что я говорила, если вы просите человека для другого, то для него ваша просьба, она будет такая, как нечто такое, ну, само собой разумеющееся, да, что-то такое простое, что-то такое легкое, и, ну, как бы сказать, ни к чему не обязывающее. А вот для вас это слишком серьезно. Иногда бывают такие моменты, когда мы слишком серьезно к чему-то относимся. То есть вот мы думаем, что вот я сейчас как скажу, поговорю с человеком, как он отреагирует, а человек вообще об этом не думает. Ну, то есть он видит вас как другого человека, который что-то ему сказал, он ему ответил и пошел дальше. Обычно такое, знаете, свойственно женщинам, да, начинаем придумывать того, чего нету, додумывать, дорисовывать. Вот здесь вот что-то такое. Поэтому что вам нужно сделать? Намного проще, с одной стороны, относиться к этой ситуации. То есть здесь еще, понимаете, здесь еще ярко выраженное мужское эго, да, вот это вот самодостоинство в плане того, что а вдруг я попрошу о какой-то помощи, да, вот то, что мне нужно, а мне откажут. И я не смогу как-то справиться со своими эмоциями вот именно в плане отказа. То есть как так мне отказали? Принимаем наличный счет. То есть такое чувство, что вот как будто бы, ну, мне, условно говоря, в душу плюнули, да, не то, что вот мне отказали, просто потому что, наверное, ну, человеку не нужно такое предложение либо такое взаимодействие. Ну, то есть он смотрит со своей стороны, со своей колокольни, со своей выгоду. И вот он не видит мне выгоду. А мы это воспринимаем немножко по-другому. Как-то вот личностно, как-то вот на личный счет принимаем. Поэтому первое, что нужно сделать здесь, проще относиться сразу к каким-то вещам, научиться принимать, потому что вы отдаете, по воспринятиям у вас такая сложность, я бы так сказала, проработать свои эмоции вот в плане легкости. Потому что здесь может быть еще такой момент, что если я буду как-то себя легче вести, возможно, у вас будет понимание того, что как бы меня, знаете, вот не посмеялись надо мной. То есть когда вы создаете вот эту вот ауру некой такой загадочности, серьезности, да, некой глубины, у вас есть ощущение того, что вот вас воспринимают, знаете, как серьезного, зрелого человека. А если вот вы как-то вот проще будете относиться либо легче, то вас могут воспринять как какого-то легкомысленного человека и не будет уважать. То есть вот для вас уважение, оно важно. Уважение, почитание. Когда вот, допустим, к вам обращаются на вы, вот вы к этому тоже очень как-то трепетно, трепетно, ревностно, хочется сказать, относитесь. То есть вот здесь моменты, которые нужно проработать, это проработать со своим эго. Потому что оно немножечко отклоняется от, не то чтобы от нормы, от равновесия, от баланса. То есть склоняется, есть какой-то вот груз, есть какая-то тяжесть. Вот с чем у вас это связано? Давайте мы посмотрим, копнем глубже, с чем это связано. Вот, смотрите. Так, подниму. Мы видим, значит, у меня такое ощущение, что это аркан смерти. Наверное, просто потому, что ассоциация того, что череп здесь нарисован. Значит, что мы видим? Почему? Во-первых, это связано со временем. Смотрите, какие я ассоциации делаю. Значит, время. Здесь мы видим отшельника. Отшельник – это всегда про мудрость, это всегда про философию. Плюс ко всему время. Время у нас в мифологии – это кронус, то есть это Сатурн. Планета Сатурн, она всегда говорит про опыт, причем такой достаточно серьезный. Здесь вот кармические моменты могут быть. И про время. Поэтому время здесь как раз-таки и изображено. С другой стороны мы видим череп. И смотрите, какая символика. Здесь открытая рука и здесь открытая рука. Но вторая рука, причем та, которая открыта, это правая. Правая рука – это всегда про активность, это всегда про то, что мы даем. Точно так же, как и здесь. Две ладошки, и они как что-то предлагают. Но левая рука, принимающая, та, которая связана у нас с индской энергией, та, которая заряжена энергетически минусом, она приподнята. То есть вы тот человек, которому проще отдавать и меньше как-то получать. Плюс ко всему отдаем это про активность. И вот мы видим здесь человека на коне. Лошадь. Лошадь – это всегда ассоциация с силой. Поэтому мы говорим, в машине сколько лошадиных сил. То есть какая мощь, какой двигатель. То есть это всегда ассила – это про движение. То есть активность. Здесь речь идет как раз-таки о том, что вот то, что мы отдаем. Причем человек здесь на коне, как на шестерке жезлов. То есть быть победителем. Вопрос проще, когда вы активны, когда вы действуете. Упала моя палочка. Когда вы действуете, когда вы активны. Поэтому с чем здесь могут быть связаны моменты с тем, что вы не умеете ожидать. Это вот как раз ваш урок. Пассивность. Любая пассивность, она приравнивается к смерти. То есть у вас здесь такой тоже может момент быть. Вы можете в каких-то вопросах быть нетерпеливыми. То есть вам здесь вот то, что я говорила про контроль, доверие, кому-то что-то отдать. Это вот достаточно сложно. Поэтому здесь нужно поработать с балансом. С балансом на принятие. Научиться принимать. Скорее всего, тем более, что вы мужчина. От мужчин всегда ожидается больше активности. Здесь в детстве, возможно, очень рано вы взяли какую-то ответственность на себя. Ну, так надо было. Либо вас так воспитали. Вот прям в таких традициях. Что должен делать мужчина. Гендерное такое разделение. И что должна делать женщина. И вот вы чувствуете себя на коне только тогда, когда вы действуете. Вот отсюда у нас идут вот эти вот все проблемы. Что когда надо подождать, когда нужно быть в какой-то пассивности, отдать, делегировать кому-то, а я нахожусь в данном случае в пассивности. Я передаю контроль, а я нахожусь в пассивности. Вот это вот вызывает у вас проблему. Вот это вызывает у вас переживания. Вот эти вот эмоции. Вам это сделать очень-очень сложно. Поэтому с психологической точки зрения могу сказать, что вот вам необходимо проиграть именно ну, обычно мы говорим, да, женскую какую-то модель проработать в себе. То есть свою внутреннюю женщину. Если вот прям мужчины такие очень-очень традиционные, и в отношениях вы таким будете. То есть вы не будете обращать внимание на ту женщину, которая вот, например, там работает, либо карьеристка, либо очень такая вот активная. Вам проще будет, но вас будет тянуть к этим женщинам всегда. Возможно, у вас мама такая была. А вам как-то вот проще, когда, ну, женщина такая, ну, больше покладистая. Не то чтобы серая мышка, потому что вам станет скучно. Вы очень активный человек по натуре, но с другой стороны вот с ярко выраженным таким характером. Еще раз скажу, вас будет тянуть к таким женщинам, но вы с ними будете все время конкурировать, ну, вот, но жениться на такой женщине, вот как именно в партнершу, вы себе не возьмете. Так, вот такая вот была первая позиция для мужчин. Смотрим теперь для женщин. Страх у нас перемен, да, был. Страх перемены, проявить себя, показать себя. Сейчас уберет колосного. Как нам справиться? Как нам справиться? здесь вот нету готовности, да, идти вот какой-то новой. То есть, если вы себе там что-то новое придумали, пока я не вижу, что была эта готовность. Вы не хотите менять ту, ту устаканившуюся ситуацию, может быть. Либо, здесь, скорее всего, образ жизни. Вот у вас есть какой-то конкретный образ жизни, вы его не хотите менять. И любые перемены, они так или иначе повлекут за собой последствия. Вот этих вот последствий вы и не хотите. То есть, если нужно было что-то поменять, но без последствий, вы бы согласились. Хорошо. Смотрим все же, как вам справиться со страхом вот этих вот перемен и проявления себя. Давайте сначала посмотрим феникса жезлов, на проявления, как вам справиться. Ну вот, смотрите, как интересно какая карта. Здесь вот так, вот так, да, девушка сидит, мы видим, да, и у нее много разных массов. Здесь это может быть как совет, и с другой стороны это может показывать вас, что вот вы настолько многогранный, столько разносторонний человек, что вот вам на самом деле, вот сразу могу сказать, почему у вас нету готовности к переменам, потому что вот в той жизни, в которой вы сейчас живете, вы так или иначе одеваете абсолютно разные маски, проигрываете абсолютно разные роли. То есть, если, допустим, у какого-то другого человека, ну вот он, то, что он думает, он транслирует, и так он себя ведет, и поэтому для него рутина могла бы быть какой-то вот обыденной, скучной, у вас даже в той рутине, в которой вы находитесь, в которой вы пребываете, вы так или иначе одеваете какие-то маски. То есть, вы можете быть один день таким человеком, другой день другим человеком, с одним человеком вы поведете себя легко, просто, с другим, более серьезно. То есть, вы так или иначе одеваете абсолютно разные маски. И поэтому вот эти вот перемены, которые предполагают некое такое обновление, проигрывание разных ролей, оно вам не нужно, потому что вы этим занимаетесь так или иначе в своей обыденной жизни. Поэтому смысл что-то менять, то есть нету понимания для чего вам что-то менять с другой стороны в этом есть и свой минус почему потому что те маски которые если они так или иначе ограничиваются да то есть есть вот определенное количество 2 4 6 8 8 масок да здесь у нас присутствует и вы ими оперируете навсегда есть большее количество вот вы себя как будто бы с другой стороны лишается да вот в этом я хорошо умею и управляю 4 6 8 но она носит 9 правильно завершения я я в этом уже хорошо разбираюсь да а вот как будто бы на десятую на другие маски если они есть и в них не будете обращать внимание тем самым вы себя ограничиваете если вам необходим у вас и так жизнь достаточно ну неправильное слово ну скажу все таки раз развитого до такого человека вы и так развиваетесь вот то есть принципе если вы останетесь на том же уровне это окей то есть для среднестатистического человека это намного больше то есть наоборот они будут ставить вас пример а вот для для вас лично для вашей душе это недостаточно вот этого вот развития недостаточно поэтому как вам справиться со страхом проявить себя вы можете использовать вот эту модель да то есть даже в то новое в которой вы пойдете можете себе предложить что давай попробую посмотрим может быть это какая-то новая роль который я раньше не играл то есть любой в любом случае королева жезлов а у нас здесь феникс жезлов королеву жезлов она всегда что-то не договаривает она не так просто как выглядит либо ее люди могут считывать на первый взгляд она всегда что-то не договаривает она всегда что-то скрывает всегда есть что-то такое потаенное которое известно только ей поэтому очень синхронично до метафорические карты созвучны таро вообще неважно какую колоду что мы берем всегда карта между собой не как будто бы разговаривать на их понятном языке очень синхронно синхроничность так она иначе существует поэтому вы можете себе предложить проиграть еще одну роль либо посмотреть а что есть еще чего я не знаю и отнестись к этому нам намного проще и легче либо вы можете пришло такое время что вот вообще снять маски а как это вот в новое я пойду да как будто бы чистого листа я начну и тогда я буду без маски то есть вот здесь вот такой страх тоже может подскудно как-то скрываться в плане того что а пришло время снять свои маски абсолютно все маски как я буду жить и вот это вот может пугать да потому что это вот действительно новый опыт и вы не знаете насколько вам там будет комфортно и удобно или нет потому что для вас комфорт это очень очень важно вы умеете создавать этот комфорт сами и в этом комфорте пребывать то есть вот там где есть все понятно ясно для вас для других людей может быть непонятно для вас еще почему вы боитесь проявиться показать себя потому что то кем вы являетесь на самом деле и вы этого то что вы не договариваете вы никогда не покажете другим кем вы есть на самом деле но вы это знаете здесь вот мы видим опять-таки собак куда ставить других собак который вот враждебно относится к нашей героини да здесь вот к этой собаки ну то есть они не принимает как будто бы в стаю да ты чужак ты как будто бы не можно найти место чужой среди условно говоря своих дал потому что ну одна стая собака вот вы боитесь что вас не примут вы боитесь что вас не поймут боитесь что вы будете не такой как все причем смотри здесь как интересно да стая собак она примерно одного и того же цвета может быть чуть-чуть немножечко окрасну а они одного цвета причем число 5 собак пятерки у нас всегда связаны с уроком 2 да это всегда сфера гибура а есть соответствует марс то есть активность агрессия некая такая вот этом агрессия марсианская энергия она связана с тем что нужно разрушить некую такую стабильность четверку да то что предшествовало этой пятерки а в общем вся эта композиция она состоит из шести собак шестерка у нас на древе жизни это тиферит это выравнивание это гармония красота поэтому в принципе по идее да это все гармонично и получается как две стороны медали да это одна сторона здесь на первом плане собака это друга словно говоря это негативная потому что она агрессивная а это вот позитивно хвост поджала вот и она при этом она не убегает она как бы оглядывается на то есть я насторожена то есть либо мне надо будет защищать себя либо убегать то есть я еще пока не определила и вот в этом новое вы ощущение того что я вроде бы как все но с другой стороны не как все почему потому что цвет другой да ваша позиция ваши взгляды по жизни они другие но это может быть лишь ваше восприятие потому что собаки если они будут проводить долгое время вместе они как-то свыкнуться привыкнута уже не будет на вас как-то реагировать вот достаточно агрессивно как здесь на карте поэтому подумайте над тем где какие роли вы проигрываете и что будет да если вы снимете маску вот если вы покажете свое истинное лицо ваше восприятие что вот на вас вот так будет реагировать но это не факт это ведь один из вариантов возможных того как будет проигрываться с вами взаимодействовать другие люди потому что мы смотрите мы здесь видим да некие такие красивые маски веселые но приукрашены и вот одна здесь темная да как теневая то есть на то на что она не обращать внимание как будто бы за спиной и здесь условно говоря за спиной то есть вот эти вот какие-то бессознательные страхи но они они просто непонятны стоит вам их прояснить на пролить на них свет как они перестают вас пугать вот здесь скорее всего невозможно еще недостаток информации да такое тоже присутствует с другой стороны мы смотрим теперь феникса сфер феник королеву жезлов королева пендакли почему вы боитесь сменить свою стабильность на то есть почему вы боитесь проявиться мы посмотрели и как справляться да как справляться попробовать здесь просто попробовать надо здесь нет какого-то какой-то другой рекомендации и смотрим почему вы не хотите менять свою стабильность да вот что в ней есть такого хорошего что вы не хотите страшно страшно смотрите на эту карту вот тогда значит мы видим комнату чулан причем как ассоциации с нашим бессознательным но в этом бессознательным все достаточно упорядочено да почему я сказала что это чувак потому что ну какая-то такая комната в которой можно все складывать здесь есть коробочки с другой стороны здесь есть вот это макулатура там не напоминает детство мы собирали макулатуру в школах вот то есть разные бумаги газеты но они завязаны то есть нету беспорядка есть все упорядочно здесь значит колесо от велосипеда как символ каких-то перемен а в то же время и лыжи изображены лыжи это тоже способ передвижения по снегу что есть снег это замороженные эмоции да то есть это вода замерзшая вода замороженные эмоции и вот вся вот это вот составим все вот это состояние до замороженной энергии эмоции чувств и тут еще колесо как символ либо отсылка колесу бремени до года что-то говорит о прошлом прошлое у нас чисто по вектору до направлено назад и как время про 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 то что уже было до что такое темное прошлое потому что будущее она всегда рисуется белым светом вот поэтому я предположила что здесь чулан ну плюс ко всему заяц заяц тоже такая интересная фигура до заяц с одной стороны это вот описание наших страхов если вы посмотрите одно ухо у него закрывает правый глаз правый глаз это то что связано с нашим бессознательным ну его правый глаз а мы как смотрим это вот левая левая сторона для нас так как мы смотрим на картинку и что здесь у нас получается да то есть бессознательное тоже связано с непониманием с прошлым поэтому есть какие-то вещи вашим бессознательным от которых вы не хотите избавиться в принципе доказал старый заяц там лыжи неизвестно когда я поеду еще в горы кататься ну зачем это нужно там одно колесо обычно всегда складываем на всякий случай вот это на всякий случай у людей есть такая привычка но дверь-то открыто есть света то есть можно все любой момент выйти то есть в любой момент есть выход из нашего бессознательного через наше осознание чтобы мы поняли что здесь скрывается и отвечает все-таки на вопросы какая важность а вот вашей стабильности то что в прошлом все понятно прошлом все известно и вы сейчас как будто в большей степени проживаете так как вы проживали в прошлом да то есть вот в принципе многое не изменилось и здесь тоже карта говорит о том что иди в будущее иди на свет можно в любой момент да то есть все все открыто вашего желания нужно только до вашей готовности но вы не хотите а вот давай теперь посмотрим почему вы не хотите да вот выйти из этой стабильности почему потому что вот тяжело да мы видим такую красивую девушку которая держит значит по-гречески это ну греческая фигура да кори а ты то есть то есть девушки которые держали на своих головах вот как эти уже как они за из колонны вот и здесь мы видим два голубка которые воркуют почему почему мы не хотим эти потому что нам тяжело да нам тяжело как-то смотреть возможно на чужие взаимоотношения вот как-то на чужую на на что-то чужое нам это непонятно то здесь и все понятно она вроде бы как будто бы завидует да смотрит на этих птичек а с другой стороны она уже много лет так стоит и что-то держит вот этот груз и ощущение того что ей не совсем понятно будет как как жить да вот без этого как будто бы груза причем на голове она держит да то есть какие-то мысли вот эти вот рассуждения и здесь как колонна она тоже четырехугольный да тоже стабильность 4 квадрат четырехугольник это вот все про стабильность просто потому что что она держит что-то понятное мрамор мрамор это плотный такой материал тоже про стабильность так комфортно человек а здесь птица про легкость про полет вы просто не не знаете как по-другому и поэтому здесь скорее всего и носите эти маски что а я не знаю как как будет вот в этом новом да то есть поэтому и не понимаете а нужно ну или нет вот если бы у вас было четкое понимание в новое куда вы идете что вы хотите от этого конкретно то что я сказала в самом начале вы бы загорелись и вы бы по крайней мере стали получать вам недостаток информации стали получать информацию по поводу этого нового и тогда бы вы решили хотите вы или нет а пока вы не понимаете вот эту точку b в которой вы должны прийти зачем она вам нужно вы в эту точку бы не падете поэтому здесь принципе страхов так как таковых нету здесь есть определенные модели поведения которым вы привыкли вот так скажу они вам известны и вы ими оперируете какой смысл менять то что хорошо работает меняем то что не работает хорошо вас это все удовлетворяет и пока удовлетворяет а вы и ну не будете идти в новое вот такая вот была позиция номер один мы с вами переходим к позиции номер два там много наговорила да кто знает кто знает кто видит не вижу хорошо двоечки смотрим сначала страхи мужские а потом женские так отодвину а потом как с ими справляться справляться интересный такой вот психологический тест получается чистой воды психологии логика страх мужской страх и женский страх так смотрим мужской страх чего здесь боятся у нас мужчины девятка кубков девятка кубков здесь как будто бы знаете боя мужчины боятся лишиться удовольствия да здесь в эпическом таро смотрите какая карта так понять как что не отсвечу вот стоит значит мужчина и он как будто бы пьет но это последняя его кружка до либо кубок не знаю как правильно сказать и вот потом ну не будет и он старается очень жадно все испить да 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 дна то есть если есть какие-то эмоции да вот я вот все себе все для себя и здесь как будто бы знаете вот такой страх в новой я не иду что там не будет хорошо понимаете вот для мужчин вот это вот удовольствие если для женщин по первой позиции была стабильность там понятность ясность а то здесь вот именно связанное с собственным удовлетворением да такое может даже быть и в отношениях у мужчин бывает такое часто но они редко им проще скажем так завести даже завести некрасивое слово взаимодействие с любовницей за второй женщины чем подать на развод причина заключается в том что как то вот я уже знаю да я уже умею справляться как-то со своей женой и вот они не идут легко на на перемену потому что все равно вот это вот привязанность она присутствует и пускай вашей жизни там будет трое четверо пятеро женщин не важно вопрос вот именно в эмоциональном каком-то стабильном состоянии потому что эмоции как правило у мужчин я не говорю за всех сложно справляться со своим эмоциональным фоном да то есть если они особенно ориентированы на логику да то есть у должно быть логично структурно понятно а эмоции они и рациональны они не подаются объяснением рационализм поэтому любые эмоциональные переживания это очень ярко видно у короля мечей до человека который вот такой логичный реагирует на любые эмоции очень сложно поэтому на перемены которые связаны с эмоциональным планом они не очень соглашаются да а здесь у нас девятка кубка девятка это сфера ясот древе жизни и есть соответствует луна да то есть это вот про некую такую интровертность том числе и эгоистичность поэтому девятка кубков говорит про удовлетворение для себя если проходит обычно знаете такие заядлые холостяки которые говорят о том что я ничего не буду давать женщине но при этом я буду очень ярким таким привлекательным типом чтобы на меня обращали внимание то есть все будете делать для того чтобы привлечь к себе внимание но взаимодействовать с человеком что-то отдавать вы не будете то есть знаете из той категории что вот мое тело делай с ним что хочешь да то есть я в принципе не против но вот вкладываться как-то я не хочу то есть все для себя удовлетворение наслаждение лично для себя поэтому страх здесь связан с тем что в какой-то момент в этом новом меня могут лишить удовольствие наслаждения в плане эмоций в плане переживаний не то что вот вам не буду давать а то что произойдут какие-то изменения и возможно вы будете очень сильно там переживать причем это может как плюс так и минус но элементарно я не иду я живу хорошо да я понимаю что допустим мне нужна семья мне нужен человек у меня есть девушка женщина вот и надо перейти более серьезным отношениям и я как-то не решаясь причина заключается в том что ну не хочу я чтоб не допустим как любят мужчины до выносили мозг вот мне так комфортно удобно а это вот что-то новое либо например когда приходит время и появляется желание иметь ребенка а дети это это куча эмоций это переживание и здесь человек он не знает ну допустим ребенок плачет мужчинам сложно понять вот это вот состояние они начинают тревожиться вот эти вот вся тревожность она вызывает вас дискомфорт вот здесь про это не знаю насколько я вам смогла объяснить чего вы боитесь именно в этом новом в том что будет какие-то новые переживания которым вы не готовы вам они вот как будто бы ну не нужны поэтому вы будете ощущение того что жить как знаете каждый днем как последний вот когда дна да здесь пьет вот а потом что будет потом я не думаю вот я сейчас буду жить у меня такое ощущение прям чисто такая мужская позиция я сейчас живу хорошо вот я сейчас уйду на работу я вот это сделаю а потом я потом подумаю да вот сейчас я вот это вот знаю я в этом разбираюсь я этим буду заниматься а вот эти вот ваши любишь не любишь они не совсем не нужны они приятны до какой-то момент но не каждый день вот это вот где-то и что-то и писать вот здесь человек не готов вообще не готов здесь пускать кого-то свою жизнь понимаете здесь есть такая устаканившаяся жизнь которая вас в принципе устраивает и вот новое в эмоциональном плане она вас будет напрягать так смотрим женщин у женщин здесь страх связанные с силой до аркан силы вот посмотрите когда буду делать обзор я расскажу попозже про эту карту когда сделаю обзор на эту колоду страх страха здесь страх своих собственных теней вот и как правило реакции людей на вас очень схожи с первой позиции только разница здесь именно в словесном да вот в какой-то критике вы как будто бы в новом боитесь что вы столкнетесь с каким-то негативом с какой-то неприязнью причем знаете здесь люди которые понимают что любое взаимодействие с человеком это вот зеркальное отражение нашего внутреннего мира и поэтому каждый раз когда вы с кем-то взаимодействуете возможно возможно проходит такая мысль что быть может эти качества есть во мне и вот вам ну вот как будто бы неприятно ощущение того что вот вам неприятно взаимодействовать со своей темной стороной это если говорить о глубинных проработках а если бытовой жизни то вот знаете какой какая-то такая вот позиция людей животного происхождения позиция животного происхождения не люди оппозиция она вам неприятно да то есть такое ощущение что я устал как-то сражаться защищаться может быть очень часто сталкиваетесь негативными людьми которые вот к вам проявляют какую-то я не знаю агрессию либо сливают на вас какую-то свою агрессию вот вопрос критики он здесь очень ярко и осуждение очень ярко выражен вот все что связано поведение людей на основе их инстинктов вот здесь и причем инстинкты они могут быть абсолютно разные начиная там я не знаю от ханжества может быть какие-то вот манеры связанные с едой да вот куникультурное какое-то вот проявление человека то есть ест там есть на руками может быть чавкает может быть вниз на вот что-то такое вот это вот ну когда вы в человеке видите не его духовное проявление а его животную природу вот вот это вот вызывает вас такое вот ощущение что нежели человека не хватает понимания того что нужно себя вести как вот по-другому по-доброму да вот по человеческому ну то есть почему вы люди такие жестоки вот здесь какой-то такой смысл проходит вот и поэтому в новое вы не идете из-за людей а мужчины не идут из себя как интересно хорошо давайте смотреть так мужчина смотрим на мужскую колоду как справиться мне такое ощущение что вот вам справляться то и не нужно но вам и так хорошо то есть чем мы здесь смотрим не хочу я но вдруг если такое ощущение что вот как будто вот вас женить должны ну либо вы сами понимаете что время пришло как-то вот устраивает замотношения то есть понимаете но не хотите я даже не знаю как здесь вопрос задать давайте спросим да как вам справиться с нежеланием идти в это новое давайте так скажу как вам справиться с нежеланием идти в это новое вот смотрите какая карта да то есть здесь человек у него в груди есть вихри эти вихри уходят в луну и что у нас здесь получается на здесь получается что опять-таки если мы смотрим и я бы предполагала что это в области где-то груди хотя здесь чуть ниже так как разки солнечное сплетение солнечное сплетение опять-таки в древо жизни который я очень часто упоминаю вот но в нем просто есть модели которые дают мне понимание некую такую базу интерпретации солнечное сплетение соотносится солнцем обратная сторона солнца это луна и вот здесь вот у нас как раз таки отсылка к луне получаются и непонимание да вот опять-таки луна это она влияет на на воду да а вода это наше состояние души и здесь мы тоже видим воду то есть здесь связка такая вот именно на состояние вашей души чувство что у вас не проработана чувствительный вот этот вот аспект все что связано с эмоциями вас это будет напрягать вообще любое проявление эмоций вас напрягать есть категория мужчин когда женщина плачет и они начинают как-то вот сопереживать они понимают другая категория людей которых например вызывает чувство вины женщина плачет чувство вины я виноват да и вот как-то он нас чувство вины начинает действовать есть третья категория людей которые видят мужчин которые видят например слезы женщины их это раздражает а почему потому что они не знают как с этим справиться вот это вот к знаете как иностранный язык я не знаю либо как человека взяли бросили в море который не умеет плавать как вот-вот плыви и он такой в шоке куда чего делать какие чем махать как плавать вот здесь примерно что-то такое как вас править вот здесь вам нужно понять свою вот эту вот темную какой здесь даже не темная сторона а обратная сторона того что вам известно здесь такое знаете может быть что для того чтобы поднять женщину я не знаю почему то здесь какие-то вот межличностные отношения у меня идут не знаю почему такие примеры здесь хочется сказать для того чтобы вам понять женщину вам надо войти в видоизмененное состояние это либо выпить либо травку покурить что-то такое что только вот как будто вы знаете как на расслабоне только тогда я смогу что-то принять ну вот а если без шуток то действительно возможно вам необходимо расслабиться да и попробовать по взаимодействовать но это вот очень страшно то у меня идет такое знаете вот как зоопарке до подходишь и вот вдруг бросили вас какому-то я не знаю дикому зверю большому там медведю разъяренному до либо тигра льву вот вы смотрите на это существо до глаза в глаза и и не знаете как что вам делать да то есть убегается сражаться что делать замереть здесь вот что-то такое здесь вам просто это надо понять здесь не надо бояться а надо понять эту природу то есть вам как раз ки не хватает солнца вам не хватает понимания того как это устроено то есть если в первой позиции у женщин там не хватало информации а здесь вам не хватает понимания здесь вам не хватает мудрость это когда-то я помню слушала статью статью да сказал что ну шутка конечно же было что у бога был такой прикол да чтобы ему не было скучно но уже бесконечный вот он взял и придумал себе женщину потому что она как загадка да как как космос как вселенная то есть ее разгадать невозможно это просто потому что чтобы она его сопровождала на протяжении всего его существования ему не было скучно вот здесь вот примерно так же то есть не старайтесь понять как то вот как устроена женщина а попробуйте понять свои чувства свои ощущения то есть больше задавайте вопросов вы просто не понимаете как устроен ваш внутренний мир в плане эмоции что еще вам здесь необходимо ну вот помощь однозначно вам нужно мы видим здесь веревочную вот эту вот ленточку до лестницу и руку которую протягивает человек до помощь то есть либо вы самостоятельно сможете пройти причем вот здесь если вы посмотрите да там уже человек вот вот так что сейчас вот так человек уже дошел он прошел уже этот путь да ну то есть вот как будто бы выбор за вами либо вы идете вот по этой по этому мосту который имеет перелом ну поломанные вот эти вот деревяшки да как как ступеньки не знаю как правильно назвать вот и держаться за берег то есть либо вы самостоятельно этот путь проходит потому что так или иначе вам туда нужно пройти вам эту реку надо перейти смотрите реку переходим опять эмоции переходим и есть рука помощи вам нужно либо попросить у кого-то помощь либо в любом случае вам нужно самостоятельно себе помочь потому что вот это вот новое но предполагает что вам нужно выйти на другой уровень вы в это другой уровень не идете потому что ну вот не понимаете не понимаете эмоции не понимаете женщин если здесь вопрос отношения связан вам необходима здесь помощь какая помощь я обожаю эти мужские карты какая помощь смотрите мужик взял и он значит это самое на плече у него этот топорик с кровью да всех порубил всех зарезал такая знаете вот карта категоричности здесь значит у нас церквушка идет нарисованы горы трудности сложности преодолеть преодолеть до кровь кровь что-то такое очень важное значимое для вас здесь знаете вот если вы пошли бы к психолог вам психолог сказал о том что вот необходимо поработать с женской фигурой как таковой то есть у вас ощущение того что возможно вы в разговорной речи обобщаете всех женщин вот все женщины такие разговаривать с одной и будете говорить вот все женщины такие да все вы так делаете да почему потому что нету четкой фигуры может быть мы воспитывались без мамы да может быть мама была какая-то не совсем понятная вам фигура ну то есть может быть много работала я имею ввиду его мало времени уделяла почему потому что мама это с наш первый контакт с этим миром с миром эмоций особенно если она кормит нас грудью да то есть вот этот первый тактильные контакты здесь вот как будто бы вот нету вот этого контакта вот здесь надо зарубить да как аркан некой такой смерти что-то здесь нужно изменить трансформация здесь должна произойти ну вот какая трансформация на этом я закончу для мужчин какая трансформация да здесь мы видим мальчика причем девочка здесь она больше да вот здесь может вас не складываться вообще отношения женщинами в том числе если это коллектив какой-то да на работе то есть не обязательно любовные отношения девочка здесь старше да она более какая-то вот важная значимая фигура то есть женщины для вас важны я могу предположить что здесь очень много женщин вокруг вас да какие-то такие любовные взаимоотношения тоже могут быть вот ну типа для удовольствия дали бы свободные открытые какие-то отношения но серьезности нет а внутри уже возможно с возрастом есть потребность выстроить что-то такое серьезное а непонимание то есть женщина как фигура как архетип сама по себе она очень важно значимо для вас а вот выйти вот на этот свет да вот как-то проявить себя показать себя это страшно эмоции проявить вот у вас проблема сложности с эмоциями вот поэтому вас пугает причем он здесь маленький такой король у него такая значит это какая-то шашка меч и вот игрушечный за спиной то есть решение она за спиной она уже принято надо просто совершить какой-то шаг да и вот здесь как будто бы необходима поддержка именно женской фигуры эмоционального плана да здесь вам не хватает как будто бы эмоциональной какой-то поддержки для того чтобы принять решение ну я объяснила вам ситуацию я чувствую себя как психолог на сессии шучу ладно смотрим дам да женщины боятся здесь мы сказали критики негатива как такового а вот и более глубоких таких проработок проработок себя потому что вы смотрите на мир как человек который постоянно себя в чем-то прорабатывает как-то развивается немножко такой серьезный подход основанный на развитие развитие себя на на саморазвитии возможно как вам справляться со страхом возможно критики либо негативного проявления вашу сторону вот но смотрите как карта вынесен да что мы видим здесь судей а судей кто на хочется спросить а кто суди в этом мире да кто нас судит вот опять-таки те кто вас судят у них есть свои разногласия во первых потому что мы видим две мужские фигуры одна женская если мы обратим внимание на то как фигуры расположены женская значит смотрит мою сторону вот так как вы смотрите у вас зеркальное движение то есть она как будто бы смотрит в прошлое значит опять бог троицу любит то есть цифра 3 она является гармоничной потому что тройка это треугольник треугольник в данном случае вершины вверх пойдет три стороны три разные точки зрения одна женская в чем женская но она как будто выступает вот знаете хочу сказать женщина с яйцами такая ссори за выражение такая знаете жесткая позиция до женщины которые забыла что она женщина вот у которой нет этой мягкости гибкости толерантности есть персонаж неуверенный дамы по фигуре видим вот это как будто бы будущее да такое неуверенная вот причем еще он носит очки как правило очки мы носим для того чтобы интересно видно почему кажется что он у вас без головы очки носит для того чтобы увидеть будущее да как правило мы будущее хотим рассмотреть поэтому за будущее здесь есть неуверенность и есть такой непоколебимый человек до такой нейтральный суверитет и у нас получается есть что вам поможет справиться со страхом понимание того что есть абсолютно разные взгляды на ту или иную ситуацию есть абсолютно три разные точки до всегда будет один человек который будет категоричные неуверен и неудовлетворен потому что вот у меня такое чувство знаете вот помимо того что она руки скрестила до закрытая поза мне никто не нужен вот а вечером приходит домой и рыдает в одиночестве потому что у нее только одна кошка есть либо какой-нибудь там не знаю хомячок это я не думаю что это хомячок а может какая-то черепаха какой-то такое животное чтобы она скрашивала ей вечера потому что на душе самой горько но вот признаться в себе что вот возможно я виновата в том что у меня что-то в жизни не сложилось либо мой характер что такая стерва и никого не подпускаю к себе и никто не хочет ну то есть я не люблю себя и поэтому я не позволяю чтобы меня кто-то другой любил то есть вот здесь вот такая позиция в прошлом она возможно у вас присутствует то есть решение ситуации которые мы рассматриваем она скрыта вот в этой карте что вы это как будто бы ваше восприятие себя на данный момент то есть есть вот эта часть где вы себя не принимаете причем женская ваша часть вы ее себя не принимаете дальше есть некие такие сомнения по поводу будущего потому что непонятно сама поза говорит что я не уверен нету баланса на одно плечо выше другое ниже левая рука приподнята то что связано с бессознательным а логика да она как будто бы скрыта здесь да то есть рационального какое-то решение что делать я не знаю а иррационально я пока ну то есть рука не протянута я еще не готов действовать да то есть я не знаю и так и так у меня пока нету ответа на этот вопрос как взаимодействовать и есть нейтральная такая позиция которая вот эти вот две энергии по сути должна уравновесить причем женская фигура с мужским характером а мужская фигура женским характером до неуверенности это то что связь свойственно женщин да такая вот мягкость податливость непостоянство ну так лунное такое проявление а здесь солнечные вот у нас получается что в чем заключается решение вашей задачи понять что всегда есть две стороны одной медали да вот медаль у нее есть одна сторона другая сторона и ребро так вот этот мужчина это есть ребро все зависит что в любой ситуации все зависит от того какой стороной вам повернется та или иная медаль то есть когда вам поворачивается конечно же стороной вот этой вот тетеньки да а мы не вот вы будете видеть вот это вот вражду да как отражение потому что мы здесь зеркале видим как разки вот это вот чудище не знаю сейчас вот так поставлю блин вот так да но это зеркало то есть кто смотрит дикарь смотрит животное смотрит вот а ваша задача просто отражать до держать зеркало и чтобы человек сам понимал поэтому здесь что вам поможет понятие разнообразия мира до что все всего есть две стороны медали от нас зависит на какую медаль вы смотрите да если вы смотрите и замечаете какой-то негатив свой адрес то наверняка у вас просто низкие выбраться вам нужно сменить свои свое настроение давайте скажу простым языком да то есть возможно какая-то сейчас у вас ситуация в жизни происходит вы все смотрите через призму негатива до поднимите свое настроение побольше улыбайтесь вот что-то на позитиве сделайте до чтобы сменился ваш настрой на туа мое название настроение да мы сами настраиваем настройте и увидите что-то позитивное потому что вопрос критики здесь по этой карте нам говорит о том что все 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 решение да а ну как будто бы зависит от того как вы на это смотрите да вот здесь про это то есть есть всего лишь точка зрения человека что еще вам поможет поработать критику и негатив ваш адрес а вот здесь смотрите фигура то ну колода то женская вот здесь как раз таки критика это внешний мир и за внешний мир у нас за внутренне ответственно мамы за внешние у нас соответственно отец прям такая вот знаете что мы здесь видим да мы видим папу который прогуливается с дочкой мне тоже в детстве обожала сидеть этот на лошадку да папа возьми меня на лошадку я причем держалась за уши это было очень-очень забавно ну не за голову за уж вот девочка которая сидит значит на шее и в левой руке и папа держит собаку собаку у нас всегда ассоциация преданности верности и левая рука это наше бессознательное то есть то чему мы доверяем проще говоря некая такая знаете совесть можно так сказать есть некий такой критерий хочется сказать поэтому аркану да по этой карте что можно сказать доверяйте вот своему какому-то внутреннему голосу до своей внутренней совести с одной стороны с другой стороны смотрите она как будто бы отец для нее фигура такая знаете вот некая пор она почему еще и и руки вот так вот сверху него положила да то есть на что-то опирается отец это всегда по защиту про заботу про безопасность то есть вот вы найдите в себе вот эту хочется сказать внутреннюю опору на что вы можете полагаться да на что вы можете опереться в данном случае вот то что я озвучил уже на свою совесть и поступайте по совести вот так как вы считаете не обращайте внимание на то что будут говорить другие люди вот опять таки это мы говорили про позитивный настрой посмотрите здесь весна лето ну потому что она без рукавов на лето я могу предположить теплое время года да все цветет все зелено сама карта располагает к улыбке к приятным каким-то выдох выходным отдыху расслаблению поэтому расслабьте здесь не напрягайтесь по поводу мнения других людей найдите в себе внутри свежей на которой вы можете опереться то что будет для вас вот этим мерилом до всей вашей жизни не обращайте внимание на негативное мнение другого человека потому что сама карта здесь нам рассказала что негативное отношение других людей к вам она не связана с вами напрямую а связано с каким-то внутренним неудовлетворением этой женщины то что мы сказали да недовлетворена на своей жизни у нее там свои какие-то проблемы что-то не сложилось в жизни она вот этот негатив до выбрасывает на на вас условно говоря но второй вопрос почему вы притягиваете таких людей но потому что слишком ранимы потому что замечаете это опять таки не потому что это есть внутри вас так как вариант такой тоже может быть то есть но вы просто выбираете вот такой знаете вот не солнечный день от дождливый и это связано с тем что падают просто ваши вибрации и вам здесь как указание на то что переключайтесь на позитив учитесь находиться в более позитивной в такой вот теплой атмосфере психологические точки зрения могу сказать что здесь вопрос связан с безопасностью проблемы с отцом не потому что вы женщина а просто вот мужская фигура да вот именно забота и безопасность даже не столь забота сколько безопасность она здесь присутствует собака на все таки нас еще и охраняет помимо то что а это верный друг да то есть некая такая охрана и папа тоже всегда такая мужская фигура придет защитить нас поэтому вам вам страшно так вы становитесь уязвимыми вот и вы не знаете как такой ситуации в агрессивной вам себя вести и поэтому вы чувствуете возможно такие мысли что вот как бы я смог дать опор этому человеку да как бы я смог за себя постоять то есть я чувствую опасность свою сторону поэтому вам и показывает негативная тетенька о том что вы тревожитесь а вот возможно либо период либо ваше состояние а любая негативная эмоция тревожности это низкие просто вибрации еще раз повторюсь скажу поднимайте и вот это вот как раз таки опора на себя это вот вот это вот в средненький дяденька то есть посмотрите на вещи на ситуацию свыше да то есть она высшая папы с высока и вы увидите все решение вот такой расклад микрос я много могу говорить ладно хочу пожелать вам всем прекрасного настроения отличных выходных надеюсь вам понравились метафорические карты я вот есть сайт когда я делала обзор на метафорические карты в плейлисте можете найти этот плейлист и посмотреть под последними там где был обзор на ма карты я дала ссылку на сайт в россии где есть где продаются такие метафорические карты там очень много и игры есть психологические вот я вот все жду когда что-то с границами произойдет и я смогу получить новые колоды метафорически в принципе я не очень-то люблю вот но есть иногда некоторые такие колоды которые я себе там наметил там по-моему их три которые хотела бы приобрести зайдите на этот сайт посмотрите там есть типа карты дня для самостоятельной работы ну то есть из разные колоды случайно выпадает метафорическая карта и вот вы ее интерпретируете она очень помогает это в разработке для того чтобы активировать так скажем свое вот это вот визуальное ассоциативное воображение полезная вещь вот и причем заметьте все будет зависеть от того в каком настроении вы находитесь если вы находите позитивным вам будет притягиваться картой с такими цветами с такими композициями если вы находите негативном настроении какой-то и вас одолевает негативные мысли вы будете такие карты вытягивать прям очень поэкспериментируйте надеюсь вам понравится жду ваши обратные связи потому что ну так глубоко я с метафорическими картами на общих раскладах еще не работала ну хотя в принципе можно и попробовать еще раз если тема будет интересная все прощаюсь с вами всем пока пока